Хорошая мысль по поводу барного стула. Ничего, что, смотрите, вот так я держу его. Что начнем, с Властелина или собраться... В общем, здравствуйте, друзья, сегодня наша первая попытка снять модный вложек. Многосерийный художественный фильм «Властелин колец», «Кольца власти», извините, «Кольца власти». Звучит просто несколько издевательски, когда мы говорим, что сериал не вышел, вообще тема не раскрыта, да, еще и «Кольца власти», ну хорошо. Почему мы говорим про них, несмотря на то, что они уже давно вышли, все их уже посмотрели, некоторые уже успели забыть. Зачем мы сегодня об этом рассуждаем? На самом деле потому, что есть интерес к подобного рода продуктам, ну, то бишь, к фэнтези, да, и он, мне кажется, будет только увеличиваться, да, его никуда не будет деваться, он будет увеличиваться, увеличиться, потому что, конечно, в наше с вами время есть острое желание побега из реальности, да, то есть большая часть зрителей жаждет сбежать и заняться мелким или крупным эскапизмом. Снял «Амазон», ну, может, в «Амазоне» просто нет приличных людей, не знаю, не осталось там профессионалов, ребята, вот у вас есть шанс выслать им свои заявки, как бы, и, возможно, второй сезон получится, потому что студенты, выпускники, высшие школы, режиссеры и сценаристы будут снимать продолжение, да. Никому не понравилось, я не знаю человека, который бы сказал «Отличное кино» или «Здорово снято», или, да, вроде бы столько денег, да, потрачено на все это, а почему не понравилось? Вот, Яна, Яна. Ну, честно вам скажу, а мне понравилось, вот, я посмотрела, мне понравилось. Почему мне понравилось? Потому что не было никаких ожиданий. Кино как кино, ну, обычный сказочный сериальчик. Успех Питера Джексона нельзя повторить, многие из нас пересматривают трилогию каждый год, некоторые почаще, да, вот, и не устаревают, и приносят все тоже эстетическое, эмоциональное удовольствие, да. А если говорить про «Кольца власти», то это вообще без комментариев, просто мы не комментируем даже, но это комментировать нельзя, нельзя соотносить эти «Кольца власти», ну, всерьез вообще, рассуждать на эту тему, что это как-то относится к фильму Питера Джексона, или что? Ну, сейчас, да. А когда все ждали? Нет, когда мы с вами ждали, да, естественно, когда мы ожидали, мы могли там себе что-то представлять, что там можно сделать на эту кучу денег, да, я не знаю, там, город построить, понимаете, в Новой Зеландии, вот. Но всем же хочется кушать, вот, понимаете, как бы, видимо, сотрудникам компании Амазон на что-то нужны были деньги, или просто, ну, или просто у них не получилось, такое тоже может быть, мало ли, как бы, да, не везде же есть гениальные специалисты, согласитесь, вот. И среди нас не все гении, как бы, не печально это было признавать, вот. Не получилось эпоса у них никакого, герои, ну, герои дело не только в героях, но если бы были даже какие-то более симпатичные герои, просто очень много претензий к главной героине, которая, мол, выглядит так, как будто бы она неизвестно откуда вышла, вот, ну, ребята, вы очень жестокие, вот. Ну, вообще, кто сказал, что эльфы должны быть, вот, прям, безусловно, красивые, особенно по меркам, допустим, смотрите, нет, не по меркам, по меркам наших с вами представлений о красоте, ну, то есть мы же все равно, допустим, Толкин пишет свою работу, да, и, может быть, у него эльфы, ну, вот, это эльфы со щеками, с пухлыми, да, просто режиссер где-то, видимо, ну, забывал, что перед ним не лифтайлер, скажем так, да, вот, и увлекался съемкой вот этих крупных планов, да, особенно вот эта вот феноменальная уже ставшая хрестоматийная сцена, где она скачет на коне в течение пяти минут по полю неизвестно куда, а потом выясняется в библиотеку, вот, и это, конечно, это, конечно, это, конечно, очень, очень было здорово сделано, может быть, тут важно было показать как раз тому младшему поколению, на которое рассчитан этот сериал, да, что в библиотеку вот именно так с такой радостью надо скакать, на коне ли, пешком ли, ну, вот, радостно, в чем в этой библиотеке, собственно, что они сделали, просто поговорили, вот, тут надо четко понимать, как бы, да, на какую возрастную категорию идет расчет, если бы вот сразу сказали, что «Кольца власти» — это сериал для 9+, к примеру, да, ну, и вопросов бы не было, можно смотреть с детьми абсолютно свободно и с детьми, причем даже до 12 лет, ну, то есть, начиная там с 9-8, если особенно ваши дети уже посмотрели целиком «Гарри Поттера», вот, особенно вместе с шестой частью, да, то они вообще могут без всякой опаски смотреть «Кольца власти», которые я постоянно называю иначе как-то. Ну, там, в общем, да не о чем говорить, друзья, ну, реально не о чем говорить, просто не о чем, все, вот, смотрите с детьми, наслаждайтесь, а так, в общем, все, исчерпано, не исчерпано, тем исчерпано. Так, смотрите, короче, вот тут у меня, значит, товарищи утверждают, что, оказывается, «Властелин колец» сделался как, значит, конкурент «Дома драконов». Как вы можете сделать, ну, и тогда что вам, эльфы, короче говоря, которые вступают в отношения с орками, да, там, я не знаю, что, какой трэш вам нужен, в смысле, по определению, Дианочка. Послушайте, это настолько неуместно. Теперь давайте, смотрите, берем Джорджа Мартина и берем Толкина, да, «Властелина колец», вот, значит, Джордж Мартин, естественно, вдохновляется Толкином, само собой, но он пишет абсолютно иное произведение, да, то есть понятно, что по количеству героев они могут сравняться, да, что у одного, что у другого очень много героев в повествовании включенных, но Джордж Мартин начинает убивать этих главных героев, ребят, вот, просто с первых страниц, то есть ты еще, как бы, это, не успел понять, что произошло, уже парочку убили, да, убили, значит, лишили, обездвижили или еще что-нибудь, да, но уже инцест, уже все, уже сразу, с первых страниц. Вы, как бы, инцест где-то на страницах «Властелина колца» встречали, ребят, а убитых главных героев, Боромир, извините, пожалуйста, он главный герой все-таки или вот, как бы, немножко второстепенный? Игра престолов была хороша чем? Она была хороша тем, что у нее, вот, был вот этот, вот, знаете, вот, как бы, люфт порочности, да, вот этих всяких страшных, вот этих наших внутренних ожиданий, да, всяких ужасов, да, воплощения всяких этих разных пороков и прочего, да, которые воплощались вдруг на экране, то есть ты такой про себя думаешь, а вот если бы, да, а они тебе берут и делают это без конца, без конца мочат главных героев, там, да, какой-то трэш показывают бесконечный, вот, всех окунают в тяжелые перипетии судьбы, вот, там, ну, нет счастливых, да, никого героев, вот, а ты такой смотришь и выдыхаешь, да, выдыхаешь, ну, как бы, вышел, как, я не знаю, как, ну, с напряженнейшего, не знаю, чего, турнира по фехтованию, вот, или, я не знаю, драки с кувалтами после просмотра этих, скажите мне, Игры Престолов, да, вот, так, в общем, все, исчерпано, исчерпано, тема исчерпана. Давайте поговорим про следующий фильм, Дом Дракона, Дом Дракона, который все так ждали, Дом Дракона, это, значит, приквел у нас Игры Престолов, Игра Престолов, это, ну, по мнению большинства, ну, тех, кто смотрел лучший сериал всех времен и народов, я права или нет, или уже что-то поменялось? Начнем с претензий, как всегда, Дом Дракона, претензии. В основном, опять же-таки, не хватает смотрящим масштаба, да, мол, где эпика, куда я подевалась эпика, где вот эта вот, да, многогранность повествовательная и куча разноплановых героев, вот, куда они все подевались, почему они все сидят в этих интерьерах без конца, это какая-то камерная мелодрама про без конца рожающих женщин, значит, царских особ, вот, умирающих в этих родах, да, вот это кровь, мясо, орущие мертвые младенцы или живые, ну, зачем все это, мол, как бы, да, про что, где, где, где ходячие мертвецы, белые ходоки, ну, какая разница, короче, где эти синие зомби, да, куда они подевались, синих зомби нам так и не показали, некоторые люди, я так понимаю, смотрели Дом Дракона, просто в напряженном ожидании, да, надеясь, что в конце что-то начнется какой-то трэш, да, а трэш заключался исключительно в том, что, ну, нам показали нормальные инцестуальные отношения, да, почему нормальные, потому что, наконец, ну, главная героиня вышла замуж и оказалось, что брак-то вполне себе счастливый, да, с дядей, вот, смотрите, афроамериканцы везде почему-то режут зрителю глаз, особенно русскому, вот, я не могу понять, что, что с вами, друзья, откуда такой галатилый расизм, вот, нормальные ребята с дредами, красивые, породистые, ну, и что дальше, что вам не нравится, что за зависть, вот, в чем, как бы, на самом деле, в чем основная претензия зрителей по отношению к Дому Дракона, да, именно в том, что, как можно было, да, сделать Игру Престолов на таком уровне, да, эпическом, да, и такое масштабное, такое полотно, да, панорамное, прекрасное, да, с такой глубиной, разработкой персонажей, да, и потом сделать Дом Дракона, в котором все сводится к камерной, да, интерьерной драме, по сути, ну, вот, 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 в чем, как бы, вопрос-то делать, не в том, что это плохо сделано, на самом деле-то хорошо сделано, просто другой вопрос, что это не соотносится с уровнем, да, собственно, работы, по которой сделан этот приквел. Кино-то как раз получилось, вот, потому что оно и написано было Джорджем Мартином, да, как хроника, насколько я помню, то есть, историческая хроника событий, да, как вообще они дошли до жизни такой, собственно, в Игре Престолов. Так как в классе пришли Таргарины, да, каким, значит, какой кровью им это далось, и с точки зрения, да, сюжета все очень здорово выстроено за счет противостояния, да, двух молодых женщин, которые сначала являются лучшими подругами, да, а по ходу развития сюжета оказываются в противостоянии, да, в этой страшной, жуткой дележке за власть, вот, ничего, конечно, приятного там дальше быть не может, вот. Не было задачи снимать эпическое масштабное полотно, ну, из такого, из приятненького, что там есть, дракончики, дракончики, да, но их достаточно мало, то есть, их прям, ну, видимо, денег нельзя было очень много тратить, поэтому эти дракончики, вот, они появляются конкретно тогда, когда вот, ну, все, как бы, зритель уже чувствуется, уже ушел от этого мыла, короче, надо его вернуть, и тогда выдают дракона, да, вот, ну, конечно, смотреть будут, и, 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 в общем, сомнений в том, что смотреть будут, нет никаких, поэтому мы и говорим про эти чудесные два сериала, ну, один более чудесный, другой менее чудесный, как мы уже с вами поняли. Все, я пошла. Останавливать меня, меня сейчас там выгонят, в смысле, есть, ой, можно я заберу этот стаканчик с чаем, он такой вкусный. Все, я пошла. Все, до свидания. До свидания.